ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, уже снимаем? Да мне-ка второй. Ладно, тут все по расписанию, никаких прогулов. Это школьная лига суперфинал Кэсбаскет. Здесь двойки и тройки летят прямо в кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собираясь в школу, нужно не забыть взять с собой учебники, тетрадки, книжки. Так, а кто мог бы написать учебник по баскетболу? Да, сложный вопрос. Кто бы написал? Блин, я не приготовился к этому вопросу. Должна быть рабочая группа настоящих профессионалов. Но сейчас не могу вам сказать их имена, но у нас есть такие люди. На Хатынском поле, там где я живу, там в этой школе я хожу на урок баскетбола. Урок чемпиона. Это вот только основы баскетбола, чтобы ребят привлечь. То есть мы имеем такое дело, но я подумаю над учебником. В нашей школе, которую я закончил, Никита Загдай. Вам обычно что тренер говорит? Нам говорит, бери мяч и бросай. Так и говорит. А не говори, что вот все будут промахиваться и ты промахнешься? Ну вот Сергей Николаевич прям такие цитаты выдавал только что в перерыве, что я думаю, что Тараканов это персона номер один. Вот прям сейчас я прям не сомневаюсь вообще. Кондраш, Ингоминский, Белов, которые значительную веху внесли в развитие нашего вида спорта. Поэтому, наверное, от каждого по главе я бы тоже какое-нибудь предисловие бы написал. Гомерский, который умел рассказывать и раскладывать по полчаса. Сергей Кущенко, который сам не играл там никогда в профессиональном клубе. У него нет званий с точки зрения каких-то медалей по этому виду спорта. Но этот человек за свою жизнь сделал столько много для баскетбола, что вот он точно напишет учебник, как в обычном российском городе сделать команду, который будет занимать первые места. Мы решили сделать большой социальный проект для наших обычных школьников. То есть первая задача, которая была, стояла перед нами, это сделать количество этих школьников, школьников, вовлеченных, с интересом вовлеченных в этот проект, сделать максимальным. Я думаю, что делают очень важное на сегодняшний именно день дело. Когда мы говорим о резерве, он не только в детских спортшколах, но и в школах обычных. И я всегда относился, отношусь и советую всем тренерам. Всегда иметь дружбу с учреждением физкультуры, физической культуры. Причем культура тут не последнее слово. На мой взгляд, это очень важный воспитательный проект. В школьной баскетбольной лиге играют представители 68 регионов России. Это много. Я не знаю других школьных проектов по видам спорта, где была бы такая массовость. Из какого это города? Расскажи. Я вообще играю за Екатеринбург, но живу я в сухом лагу. Я перешла в команду Екатеринбурга. Здравствуйте. Расскажите, вы откуда приехали? Из Татарстана. Так, у вас кто там играет? Сын. Капитан команды. Очень важный проект. Мы развиваем баскетбол массово. Нет задачи сделать из этих школьников профессиональных каких-то баскетболистов. Может быть, получится у кого-то, ну, у единиц. Мы воспитываем как бы лояльность болельщиков, да. Людей, которые в будущем будут работать в разных сферах, да. Но они запомнят, что они играли в баскетбол. Они будут относиться к нам с любовью, с лояльностью, да. И это наши болельщики. О важности даже не стоит задавать вопросы. Вы задали вопрос, на который знаете ответ. Давайте другой вопрос. Сергей, здравствуйте. Опять снимать пришел. Выйди, зайди нормально, как включили. Что самое классное в этом мероприятии? Да все вообще. Не знаю. Матч звезд нравится. Такие болельщики пришли, что почти все трибуны заполнены. И сама энергетика просто невероятная. Все привыкли к тому, что у Татарстана уже есть герой. Его зовут Марио Хизони. 39 очков. Кажется, ты готов с ним посоревноваться? Ну, скорее всего, нет. Но я постарался, конечно. Я из Свердловской области. Наша команда сегодня выиграла и заняла первое место. Помимо этого, у меня награда лучшего разводящего. Изначально мы очень переживали, очень, не знаю, был мандраж. Но мы с ним справились. Изначально тоже у нас игра не шла. Но под конец мы собрались и мы сделали это. Мы выиграли. Благодаря всей команде и благодаря нашей поддержке. У вас какая-то невероятная абсолютная поддержка. Я даже на профессиональном баскетболе далеко не всегда такое видел. Ну, эта команда хорошо, когда у тебя даже скамейка вот так поддерживает. Это очень приятно. И заряжает команду на всю игру. Всегда будет солнце. Всегда будет небо. Всегда будет солнце. Всегда будет небо. Всегда будет солнце. Я мечтаю. Не знаю, о чем даже мечтаю. Но все равно хочется играть на таких же залах. И возвращаться сюда. И побеждать. Я просто счастлива побывать на таком мероприятии. Это моя мечта. Всегда будет солнце. Знаете, больше всего в школе я любил, что после уроков можно пойти на танцы. А тут финальная сирена уже была, так что я пошел. А теперь достаем двойные листочки. Будем писать диктант. Почти. Проверим, насколько российские школьники хорошо знают звезд Единой Лидии ВТБ. Всем привет. Меня зовут Медодева Настасия. Всем привет. Меня зовут Чивышева Катя. Соловьев Вадим. Играю за Амульскую область. Город Логаевин. Антон Хромов. Играю за Хабаровский край. Город Хабаровск. Всем привет. Мы игроки города Санкт-Петербург. Я Екатерина Становаев. Я Маргарита Вась. Всем привет. Меня зовут Владислав Гусев. Я Данил Шойкунов. Мы из команды города Вологды. Чего? Один или семь. Либо один, либо семь. Один. Давайте посмотрим один. Мне кажется, первый. Вроде первый. Либо первый, либо 91. Он сейчас по 91-му играет. Давай 91-й. 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 Алексей Швет играл под первым. У меня сначала был пятый номер. Я долго бегал, потому что мне пришлось перевестись с одной команды в другую. И был готов комплект формы. Поэтому я бегал под пятым в долгое время. Но потом я решил в честь ушедшего друга с команды взять... У него был восьмой номер. Я решил взять дважды восемь. И 88. Ухо! 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 Да. Ухо! Потому что это единственный, кого я знаю. Ну, Емельянька, я думаю, точно нет. Предположительно, может быть, Хи-Зоня. Хи-Зоня. Давайте, пусть будет Хи-Зоня. Стрепков! Пусть будет Стрепков! Да? Да! Здорово! Да! У нас в Магникс, там, высокий. Браун, третий. У них Орцон нормально ставит. Я думаю, баламбой очень много делает. Замок путем. Поэтому, скорей всего, ЦСКА. ЦСКА? Пусть будет четвертая команда. ЦСКА. 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 ЛОКА. А не на Уникс, наверное. ФАРМА. ФАРМА. Раньше болел за ХИМАК, а теперь болеет за ЦСКА. Сколько площадков? 28 площадков. Он примерно сколько? 2,8? 10? 10 и 3? Давай запустим. 2 с чем-то. 100% 2. Выше двух? Площадка 25. 25? Вроде. 25? Вроде, да. Но 22 точно есть площадки. Ну, он где-то 2,05. По-моему. 7, наверное. Не-не-не. Не, больше. 14,5? 10 и 3? 13,5. Да? Да. 10 и 3. 10 и 3. Дикостранство иный. Свет. Свет. Пусть-пусть свет. Воронцевич. Нет, точно не швед. Нет, точно не швед. Может быть Воронцевич? Воронцевич. Воронцевич. Призоны? Давайте призон. Призон. Швед. 53 вроде. Около 55-53 вроде. 57. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Не знаю вообще. Даже вообще нет предположения. Никита? Нет. Кириленко? О, это по-любому Андрей Кириленко. Это Кулагин. Кулагин. Вопросы у вас сложные. Пойду дело домашку. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.